Положение дел с механизаторами. Не хватает, по моей информации, около полутора тысяч комбайнеров. Но это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании. Вы забыли период советских времен, когда мы заранее знали, где находится механизатор, хороший комбайнер, выехавший в город. Мы с ним работали, договаривались с руководителями в городе, чтобы они отпустили их на уборку. Упаси Бог, это не будет у вас реализовано. И будет какой-то дефицит комбайнеров. Я говорю именно о комбайнерах. Реальную помощь селу здесь должны оказать промышленные предприятия, как техническими средствами, так и людскими ресурсами. Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания, и их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать деньги, приличные деньги. У каждого дети, школьники, студенты и так далее, и так далее. Поэтому человеческий фактор – наиважнейший. Все, о чем я говорил, невозможно без дисциплины и порядка. В первую очередь, это защита уборочной и зерно-сушильной техники, а также посевов от пожаров. Надо полностью перекрыть все возможные каналы, как я уже говорил, и для хищения зерна. Недопустимы любые нарушения трудовой дисциплины. Я имею в виду разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий. Причем не только на рабочих местах, но в целом. Субтитры создавал DimaTorzok